Рада приветствовать вас на своем канале. В сегодняшнем видео я вам хочу показать, как сделать вот такой красивый, слегка плоский шнурочек. Можно шнурочек делать из ниточек потоньше, можно делать потолще, но я всегда делаю из ниточек потоньше, и он у меня получается такой вот нежный, красивый и аккуратный. Здесь я сделала на детском кардиганчике вот такую вот завязочку-шнуровочку. В итоге она выглядит красиво. На краешке можно сделать бусинки, можно оставить просто шнуровочкой, можно завязать узелочек. Здесь уже вы смотрите, скажем, глядя на свое изделие, кому вы вязали мальчику, либо девочке, либо это шнуровочка, к примеру, в каких-то ботиночках, кроссовочках вязаных. Вот здесь вы уже смотрите сами, и кому интересно, конечно же, давайте свяжем с вами вместе. Для начала делаем воздушную петлю начальную и набираем цепочку из воздушных петель нужной длины шнурочка. Это может быть произвольное количество, самое главное, чтобы по длине оно соответствовало нужному вам, скажем, размеру по длине шнурочка. В зависимости от толщины пряжи этот шнурочек может быть потолще, потоньше. Вот здесь вы уже решаете толщину сами. Но самое главное, что, запомните, что толщина вашего шнурочка будет где-то в 2,5 раза толще, чем цепочка из воздушных петель, которую набираем изначально. К примеру, мне нужен шнурочек 15 сантиметров в длину. При наборе я оставила не зря вот такой вот небольшой хвостичек. Он мне понадобится для того, чтобы потом обработать краешек. И теперь, сделав последнюю петлю, привытаскиваем и также оставляем с другой стороны небольшой хвостик, для того, чтобы нам, опять же таки, удобно было обработать края. Отрезаем ниточку и вытаскиваем свободный край. Теперь делаем начальную петельку, отступив небольшой краешек ниточки, как мы это делали изначально на первой воздушной цепочке. И находим начальную первую петлю по движению, которому мы с вами вязали. Вот она, первая моя петля. Я ввожу крючок в нее, затем вытаскиваю сквозь нее начальную петлю с новой рабочей ниточки. И теперь ввожу крючок в соседнюю петлю, следующую и делаю соединительный столбик, протягивая рабочую ниточку сквозь две петли на крючке. Вот так. Теперь в каждую последующую петлю я делаю соединительный столбик или соединительную петельку. Ввожу крючок в каждую последующую петельку и вытаскиваю рабочую ниточку сквозь петлю на крючке. Вот так я делаю абсолютно каждую петельку цепочки из воздушных петелек, которые мы сделали изначально. Вот так продеваю каждую петельку и делаю соединительный столбик или соединительную петельку до самого конца цепочки. Дойдя до самого конца цепочки, мы должны довязать до самого-самого ее конца. Вот он наш последний здесь вот краешек нашей цепочки. В воздушную петельку последнюю я делаю последний соединительный столбик. Вот так. И снова вытаскиваю краешек ниточки подлиннее, чтобы он равнялся приблизительно по размерам первого краешка. В принципе, казалось бы, этого шнурочка более чем достаточно для того, чтобы, скажем, вдеть его в нашу, к примеру, кофточку. Но я не люблю, когда шнурок крутится. Как вы видите, он крутится такой вот, напоминает своего рода свинячий хвостик. Вот я этого не люблю. Я люблю, чтобы он был максимально ровный. Поэтому я сделаю третий ряд аналогичный второму. Мы шли по направлению снизу вверх. Вот точно так же я и буду сейчас вязать снизу вверх. Делаю снова закрепительную петельку подальше от краешка ниточки. Затем беру нашу вот здесь вот цепочку такую вот условную. Нахожу вот этот ряд верхний и точно так же выдеваю самую первую петельку, этот крючок. Затем продеваю рабочую ниточку и точно так же, начиная со следующей петли, делаю соединительные столбики. Первый соединительный столбик, второй, следующую петельку, третий, четвертый и так далее. Делаю в каждую, в каждую абсолютно петельку аналогично второму ряду, третий ряд соединительными столбиками. И уже провязав буквально пару сантиметров, вам видно, что перестает крутиться шнурочек. Он становится более послушным, более гладким. Соответственно, в изделии он будет смотреться уже таким вот не шнурочком, а поясочком. То есть красивым, ровным, послушным. И вот так вот по направлению, опять же таки, снизу вверх, как вы видите, мы делаем все в одном направлении. Я продолжаю делать соединительные столбики до самой последней петли второго ряда. Доходим до самого крайнего, вот здесь вот уголка нашего ряда. И снова последнюю воздушную петлю мы вытаскиваем, оставляем небольшой краешек ниточки, хвостик, как и в предыдущих двух рядочках наших. Вытаскиваем свободную ниточку, она нам больше не нужна. Хорошо затягиваем краешки. У нас получаются вот такие ниточки с одной стороны и с другой стороны. Благодаря этим ниточкам вам будет проще сделать, скажем так, наконечник у этих шнурочков. Каким образом? Смотрите, вы можете, к примеру, вдеть эти краешки ниточек в иголочку и продеть сюда бусинку. Затем завязываете узелочек и получается красивый краешек с бусинкой. Можно бусинку не делать, можете просто завязать красивый ровный узелочек. Это можно сделать с помощью крючка, либо же просто ручками. Продеваем полностью все хвостики, равномерно вот так вот завязываем ближе к нашему шнурочку и хорошо затягиваем. Затем обрезаем ниточки, либо же максимально близко к узелку можете оставить кисточку. Это уже на ваше усмотрение. И, как вы видите, шнурочек получается максимально гладким, ровным, послушным, то есть уже более похожим на поясочек. Можно было бы оставить и после второго ряда. Но я всегда рекомендую делать этот шнурочек ниточками потоньше и три ряда, как мы сейчас только что с вами сделали. Тогда он будет очень такой ровный, красивый. И посмотрите, как он выглядит с другой стороны. То есть, в принципе, достаточно красиво выглядит как с одной, так и с другой стороны. Он такой вот не круглый, он плоский. Если хотите круглый, можете посмотреть другой мой видео урок, где мы вяжем с вами круглый шнурочек. Я надеюсь, что вам понравилось и осталось все понятно. Обязательно не забудьте лайкнуть. Спасибо, что остаетесь на моем канале. Всем хорошего настроения. Пока-пока.